Посмотри в камеру. А ты как будешь стоять? Вот так? Приуныв слегка. Что, в духовке готово? Еще маленечко, наверное, минуты две-три. Двухуровневые штабелеры запрос достаточно редкий. Может быть потому, что данный вид техники плохо знаком потребителю. Значит, сегодня мы закроем этот пробел и расскажем про две модели двухуровневых штабелеров марки Xilin. Для начала выясним, чем двухуровневый штабелер отличается от обычного. Устройством нижних опорных вил. У обычного штабелера каретка в нижнем положении опускается на опорные вилы. Опорные вилы служат только дополнительными точками опоры для устойчивости штабелера. Опорные вилы неподвижны, изготовлены из толстой стали и являются частью рамы штабелера. Груз же поднимается на вилах, соединенных с кареткой. У двухуровневого штабелера нижние опорные вилы работают как у складских тележек. То есть они могут подниматься за счет подвилочных тяг на высоту до 120 мм, что позволяет транспортировать на них палет с грузом. Таким образом появляется возможность транспортировать два палета за раз. Один на поднятой каретке и второй на опорных вилах. Специальная конструкция с низким уровнем тяжести, а также наличие груза на опорных вилах, добавляет штабелеру устойчивости и делает безопасным движение с поднятым грузом. Двухуровневые штабелеры Xilin имеются среди легких моделей. Например, CDD12RES и среди тяжелых CDDK15S. Легкая модель сопровождаемого типа CDD12RES – это компактный штабелер для складов с невысокими стеллажами. Максимальная грузоподъемность составляет 1200 кг, а высота подъема – 3,3 метра. Компактный размер позволяет ему легко маневрировать в нешироких проходах. Благодаря небольшой длине 1789 мм радиус поворота составляет 1450 мм. Штабелер оснащен двумя влагой и пылезащищенными двигателями на 0,65 кВт для передвижения и 2,2 кВт для подъема грузов. Такие двигатели обеспечивают достойные рабочие характеристики для легкого штабелера. Скорость его передвижения с грузом составляет 4,5 км в час, а скорость подъема груза – 13 см в секунду. Питает штабелер гелево-кислотный необслуживаемый аккумулятор емкостью 105 Ач. Для его защиты и продления срока службы предусмотрено устройство контроля низкого заряда батареи, защищающее от глубоких разрядок. Электромагнитный тормоз надежно фиксирует штабелер во время подъема и спуска товара, а также надежно удерживает штабелер на наклонной поверхности. Рама и мачта выполнены из прочной стали. Мачта не подвержена раскачиванию и вибрации. Не зря вес данной модели равен 775 кг. Xilin CDD-12RES обладает хорошей остаточной грузоподъемностью. На высоту 3 метра он поднимает более 900 кг. Хорошая производительность, возможность одновременной транспортировки двух палет и компактные размеры позволят комфортно работать в узких проходах и при этом значительно сократить время на обработку грузов. В общем, по всем параметрам CDD-12RES отличное решение для небольших складов и торговых центров с высокой интенсивностью работ. Если вам нужен штабелер для складов в большей площади, тогда обратите свое внимание на его старшего брата – двухуровневый штабелер Xilin CDDK-15S с платформой для оператора. Он относится к классу тяжелых штабелеров, предназначенных для интенсивного режима работы. Также умеет транспортировать два палета за раз. Максимальная грузоподъемность составляет полторы тонны, что позволит обрабатывать почти все типы грузов на стандартных палетах. Линейка CDDK-S включает в себя штабелеры с высотой подъема от 2,5 до 5,6 метров, что позволит вам подобрать штабелер для работы на складах с низким и средним уровнем хранения. Остаточная грузоподъемность в максимально возможном верхнем положении 5,6 метров, составляет 600 кг. Свободный ход вилл и два дополнительных цилиндра по краям мачты открывают отличный обзор. Скорость подъема груза 16 см в секунду позволяет достигнуть верхнего положения каретки менее чем за минуту. Спуск ограничен 12 см в секунду, что гарантирует плавную и бережную доставку груза в нижнее положение. Штабелеры с платформой для оператора рассчитаны на высокую скорость передвижения. Для CDDK-S это 7 км в час. Безопасность использования скоростного штабелера обеспечивают Платформа для оператора с функцией ограничения скорости передвижения Резиновое покрытие платформы для лучшего сцепления И раздвижные поручни для безопасности во время движения За движение у данной модели отвечает двигатель мощностью 1,5 кВт, а за подъем 3,2 кВт. В штабелер может быть установлен кислотный аккумулятор емкостью 300 Ач или литиевый необслуживаемый на 225 Ач. Как в нашем варианте, это заметно по зеленой боковой наклейке. Аккумуляторный отсек с боковым выкатом обеспечивает быстрый доступ и удобное извлечение батареи при необходимости. Как и у модели CDD12RES, за торможение отвечают электромагнитные тормоза. Ксилин CDDK15S с платформой для оператора – это штабелер для склада с большим потоком грузов. По рабочим характеристикам он обходит популярную модель CDDK3. Высокая скорость передвижения и перемещение грузов вкупе с возможностью обрабатывать два палета за раз значительно увеличивают производительность этого штабелера. А емкий аккумулятор позволяет отработать смену в интенсивном режиме без необходимости промежуточных зарядок. Штабелеры модели CDD-RES выпускаются в двух вариантах грузоподъемности – 1000 и 1200 кг. И четырех в вариантах высоты подъема – 1,6, 2,5, 3 и 3,3 метра. Все они поставляются с гелевым необслуживаемым аккумулятором. Штабелеры CDDK-S выпускаются грузоподъемностью 1500 кг. И высотой подъема – от 2,5 до 5,6 метров. Они могут комплектоваться как кислотными, так и литий-ионными аккумуляторами. Вот такие интересные и эффективные модели штабелеров мы с вами сегодня рассмотрели. Подписывайтесь, если этого еще не сделали, и оставайтесь с нами. Мир складской и грузоподъемной техники еще не раз вас удивит.